привет из португалии вот такой вот хотел быстро показать решение которое мы применяем часто для встроенных шкафов соединение у нас на стяжку трапез она есть у этих фурнитуры есть ответный элемент ну здесь его нет основных принцип мы делаем шкафы у нас боковые проходные вот я показываю дно и верхние щит горизонтальные не проходные и для того чтобы решить проблему боковые стенки не прорывали стяжку делаем такие вот башмаки регулировочные ножки тупо приклеиваем пристреливаем на полиуретан да и соответственно ситуация которая у нас там возникла настройки она решается сразу у нас наличник будет по всему периметру поэтому это решение для нас оптимально мы этими ножками регулируем перепад аж до 20 миллиметров по уровню поэтому у нас этот винт полностью полностью исчезнуть и регулировать аж даже может быть и 25 миллиметров если надо можно будет подложить экстремальных случаев подложить спейсер какой-то на базу бетона ну так вот то есть этой бабушкой вспомогательной мы решаем вопрос нагрузки потовой стенки через которые переносится вся нагрузка всего шкафа мы его переносим на эту бабушку из через эту бабушку на ногу соответственно у нас нагрузка распределена максимально правильно ну потом мы вот это вот отверстие заглушиваем красивыми заглушками они с разным цвете покупаем у гаффла до после юстировки так что вот шкаф потом вот так вот собранном виде предварительная сборка смотрим если есть какие-то ошибки нижняя направляющая верхняя направляющая двери будет по системе фолдинг гармошка соединение на трапез штанга здесь будет полка фиксированная тоже на соединительную фурнитуру у этих а в б 52 д и у гаффла нам другое название здесь модуль с ящиками вот эти вот ящики люблю делать из фанеры 12 метров чистая отделка чистая кромка показать что они дерево иностранцы это любит не dsp какой-то хороший качественный ящик из качественной березовой фанели ну естественно качественный направляющий так что так всем привет из португалии